Здравствуйте, с вами Заозерновская сельская библиотека. Наш видеоролик посвящен празднику День языков народа Казахстана. Что помогло казахам выживать на протяжении многих веков и не сгинуть в пучине истории? Почему не исчезла культура? Как Великая Степь превратилась в независимое государство, с которым считаются на мировой арене? Ответ – язык. Именно он позволил сохранить культуру многонационального государства. Чтобы так и продолжалось, сравнительно недавно учредили День языков народа Казахстана. Ежегодно в сентябре месяце в Республике Казахстан отмечают День языков народа Казахстана. Впервые праздник состоялся в 1998 году после январского указа президента Нусултана Назарбаева. Цель праздника – сохранение целостности многонационального народа Казахстана, развитие и распространение казахского языка, воспитание детей в духе уважения культуры и традиций не только своего народа, но и всех, кто населяет большие просторы страны. Казахстан привлекает многих этнографов, ведь это едва ли не единственная страна Средней Азии, в которой мирно существует более 130 национальностей. Каждая из них имеет полное право говорить на родном языке, исповедовать свою религию и придерживаться традиций родной культуры. Этим казахстанцы во многом обязаны языку, который предки смогли пронести сквозь века, несмотря на все испытания, выпавшие на их судьбу. Задача современных казахстанцев – продолжить их дело ради потомков. На государственном уровне для этого разработаны и реализуется национальная политика. Самое удивительное и мудрое, что создало человечество – это язык. Говорить умеют все люди на Земле. Они говорят на разных языках, но у всех языков одна главная задача – помогать людям понимать друг друга при общении. Без языка невозможна жизнь людей, общества, развитие науки, техники, искусства. Через язык люди находят друг друга и учатся понимать духовную культуру, обычаи и обряды народа. И нет такого языка, который бы не заслуживал уважения. Язык – основное средство общения людей. Язык связан с жизни общества, с народом. Общество и язык не могут существовать друг без друга. Развитие общества, изменения в общественной жизни находят отражение в языке. Язык – самое выразительное средство из всего того, чем обладает человек. За своей речью устной и письменной надо следить постоянно. Вернейший способ узнать человека, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит. Государственным языком в нашей республике является казахский язык, а язык межнационального общения – русский. В нашем небольшом селе проживают казахи, русские, белорусы, татары, немцы, азербайджанцы, узбеки, башкиры, корейцы, таджики. Каждая национальность имеет неповторимую духовную и материальную культуру, свою историю, традиции и обычаи. Каждый язык – это целый мир. Язык – это живая душа народа, его радость, боль, память, сокровища. Народ не может быть большим и малым. Это количественное измерение. Родной язык таким измерением не подлежит. Он всегда великий. Он – образ колыбели, родного очага, родного отечества. Неуважительное отношение к родному языку никого не украшает. Любой язык по-своему велик, бесценное наследство вековое. Так берегите свой родной язык, как самое на свете дорогое.